Алхамду лилл глава, и я саду Аллаху, и я саду Аллаху, и я саду... ... casual Nahum. ... ... ... Мы с вами говорили на прошлом уроке о том, что даже слова некоторых из них, что они видят только то, то есть всё, что они видят, это Аллах, имелось в виду под этими словами, и правильный смысл этих слов, что имеется в виду, что человек обращает внимание, следит, смотрит только за тем, что желает от него Всевышний Аллах. И поэтому говорит дальше шейх, И говорит, не подразумевают под этим шейхи, или же праведные люди, не могут подразумевать под этим, что всё то, что видит человек из творений, это и есть Господь Небес и Земли. Ведь поистине такие слова может сказать только тот, кто, субханаллах, ушёл в заблуждение, то есть испортился, то есть только такой человек, то есть может от него подобное быть услышано. То есть он испорченный, испорченный, либо разум у него испорченный, либо же убеждения у него испорченные, поэтому этот человек между сумасшествием и между, то есть безбожием, то есть одно из двух. И все шейхи, за которыми следует следовать, или же нужно следовать в религии Аллах, все они едины, единогласны в том, в чём были единогласны праведные предшественники этой общины, а это то, что Аллах, субханаллах, разделён от своих творений. Что значит разделён, что значит мубаин, кто значит, кто знает. Что значит, как объяснить разделён от Всевышнего, Аллах, субханаллах, от творений. Фаукал арш, ещё. Сущностью, ещё. Слухом, слухом, как если Аллах смотрит, слухом отделён, не слыша то, что мы говорим. Нет, то, что сказал шейху алисалям дальше, самое лучшее описание. То, что в Аллахе, субханаллах, нет ничего из сотворённого, и в сотворённом нет ничего из Всевышнего, Аллах, субханаллах. Вот что значит разделён Аллах, субханаллах, от своих творений. То есть он отдельно, отделён от творений. То есть и поэтому вечного Всевышнего, Аллах, субханаллах, субханаллах, мы должны отделять от кого? От того, кто произошёл. Это мы с вами и любое другое творение. И также нужно знать разницу между творцом и творениями. И это, субханаллах, в словах учёных и имамов этой общины больше, чем сможем мы сосчитать. Очень и очень много слов, указаний. Как мы сказали в словах Абу Сулейман Ад-Дарани, Ма'руф Аль-Кархи, Джунейд и так далее. Все эти, то есть самые первые, Фудайль Аб-Ну'Айад, у них много слов, которые указывают на это явно. И от того, что пришли те, кто после них, которые истрактовали какие-то слова других, даже не их слова и так далее, и на этом строили свои убеждения, мы сказали, что это в религии не имеет никакой подоплёки и основы. И они говорили о таком, что иногда происходит в сердцах из болезней, из сомнений. И что некоторые люди, быть может, свидетельствуют и смотрят на творения, думая, что эти творения есть, то есть Творец Небес и Земли. Как у Сулеймана Ад-Дарани, у него много слов о порицании этого есть. Знал он, что такие люди есть, которые так говорят, и порицал это строжайшим образом. Потому что человек, нет у него осознанности, нет у него развлечения вот этого в его сердце. Её прекрасный пример от Шейха Алисалама. Тот человек, который видит лучи солнца и думает, что это и есть солнце. То есть вот это, например, лучи солнца здесь у нас с вами. Так или так? Это есть солнце или солнце это то, которое светит? Это его луч солнца. То есть это хорошо, то есть то, что отражается или же отголосок этого солнца на земле. Что касается самого солнца, то есть это не является частью солнца. Или луч это часть солнца? Нет, солнце, оно там. И поэтому то же самое творение, то есть что говорить о творце и творении. Творение они вот здесь, мы видим их. Что касается Аллаха, то есть мы, это результат. Они, то есть хорошо, то есть сам Всевышний Аллах, и так далее. Поэтому, братья, проблема у этих людей, в тех ошибках, то есть недопонимании вопросов, на котором они строят свои убеждения. То есть они не понимают должным образом шариатские тексты, потому что чаще всего это люди, которые, то есть не арабы, которые приняли ислам со какими-то своими убеждениями, затем эти убеждения пытаются прикрыть исламом и так далее, и тому подобное. Как Ибнусина, например. Ибнусина взял, то есть убеждение Аристотеля, который сабхану алияту билля аллахалем, то есть сочетать его божеством, которому он поклонялся. Взял его убеждение и сделал все то же самое, но то есть назвал это все исламскими именами. Там где, то есть луч, там и так далее, свет, он сказал Джибриль, там и так далее. То есть вот эти вещи. То же самое, субхану. Люди, человек берет какие-то скверные убеждения и из-за этого делает что? То есть обертку ислама. Затем говорит шейх. Опять же шейх приводит те фразы, которые мы сказали, что использует он только, то есть это называется таназуль, то есть опускаясь на уровень этих людей. Хорошо, то есть для их же языком говоря. Что касается это не из убеждений, то есть или же не из слов потому что под этими словами можно по-разному, то есть разные вещи сказать. То есть фарк это что? То есть разность и единение. Разность и единение. То, что несмотря на, то есть некоторые говорят, что несмотря на разность всех этих творений, все это единство Аллаха, субхану ли, все это Аллах. Нет, мы говорим что? Что? Правильный смысл этого, то есть разность, разность между творцом и творением. Вот это правильный смысл. «Аль-джамм» — это что? То есть объединить свое сердце в поклонении этому Творцу. Таким образом это будет правильно. Поэтому некоторые из этих шейхов и так далее говорили такие слова «Аль-Фарх», «Аль-джамм» и так далее. Но они подразумевали, мы говорим, что вот этот второй смысл, упомянутый нами, который является правильным, благим, что мы знаем, что есть разница между Аллахом и Его творениями, и знаем, то есть объединяем свое сердце на желании и довольстве Аллаху. И поэтому те, кто говорили первые из этих шейхов, то есть эти слова, это были правильные слова, хороший смысл. А затем, хорошо, то есть затем, что уже произошло, затем их муриды и так далее, они испортили, исказили эти слова Аллаху-Мустан. И поэтому шейх говорит то, что они иногда говорят про этот фарх, праджамм и так далее. И туда заходит что? Заходят туда всякие дополнительные вещи, которые выдуманы, то есть лгут они, то есть на своих шейхов, и то же самое, что произошло с выражением, или же словом, термином «фана», то, что мы говорили с вами на прошлом уроке. Потому что человек, когда видит огромную разность среди творений, это есть, то есть, всё есть и так далее, его сердце разнится, смотрит на всё это, думает об этом и так далее, и тому подобное, неважно, любит он, боится или же надеется. То есть когда, то есть первая степень, первая степень, что он видит разные творения. Есть такое дерево, есть секой дерево, есть дерево, есть трава, есть железо, есть дерево, есть вода, огонь, воздух, небеса, то есть всё это творение, Аллах и Он начинает на это смотреть и так далее, это первая стадия. Затем, а затем же, когда Он переходит уже на объединение, то есть Он всё это объединяет в чём? В поклонении одному только Аллаху, уединяя Его и не приобщая Ему никого со товарищей. То есть после того, как человек смотрит на разные творения, Аллах, одушевлённый, недушевлённый, разумный, неразумный, затем после этого всего Он что? То есть обращается к Всевышнему Аллаху, смотрит и занимается только тем, чем доволен Аллах. Тогда что? То есть Он любит только Господа Своего, боится только Господа Своего, надеется только на Господа Своего, просит о помощи только у Господа Своего. И тогда, в таком случае, быть может, Он уже не будет так сильно обращать на творение, то есть, хорошо, то есть, внимание. Почему? Потому что Он будет занят своим Творцом. То есть, и тогда Он что? То есть, будет весь собран, все Его мысли собраны вокруг, то есть, истины Творца Аллаха, и отречётся Он от всего сотворённого, то есть, не будет Он ни о чём думать, ни о чём размышлять, кроме Аллаха, и это подобен какому из видов мы сказали вот этого, то есть, растворения или же нирваны этой, первый, второй, третий? Второй. Когда человек думает только лишь об Аллахе. Хорошо. Но после этого, хорошо, то есть, после второй этой разницы фарка, когда человек, то есть, опять смотрит на эти творения, вот смотрит на эти творения и видит то, что все они выполняют то, что велено им Всевышним Аллахом, что все они под властью Аллаха, видят, насколько их много, несмотря на то, что Господь их только лишь один, то есть, и то, что Он тот, кто создал всё это, Он Божество, Аллах, творец и владелец. И тогда он, увидев все эти творения, за свидетельство, что только один Аллах, сотворил их, несмотря на бесчисленное множество разных единиц творения Всевышнего Аллаха, посмотрите на море, посмотрите на небо, на землю, во всем этом абсолютно разные животные и существа, неживые какие-то организмы и так далее, то есть, руды, породы, разные вещи, вещи, которые абсолютно не похожи друг на друга, ни в своем строении молекулярном, ни в своем принципе, то есть, результате, то, что совершает некоторые разумные, некоторые неразумные, некоторые одушевленные, некоторые неодушевленные. вещи удивительны и тогда он понимает что после того как его сердце собрано то есть на Аллах , имеется искренне к нему только обращено любит его боится надеется то есть просит только у него помощи хорошо то есть уповая только на Аллах , дружбу и непричастность только лишь ради Аллах , тогда он видя эти творения будет понимать и осознавать разницу между творцом и творением что творец Он один и Он тот кто сотворил все это сущее И тогда он будет, видя эту разницу между творениями, будет свидетельствовать, что только один Аллах является Господом и Творцом и Владыкой всего. И то, что Аллах один и нет никого достойного для поклонения, кроме Него. Почему эта шея говорит в опровержении тем, кто смотрит на это и говорит, что все это Аллах. Вот что. То есть разница между единобожником и этим многобожником, что этот человек растворяется в этих творениях и говорит, что Аллах, Субхану Талли, это и есть все эти творения. Что касается единобожника, он растворяется или же абстрагируется от этих творений, связывая свое сердце с Аллахом, Субхану Талли, и говорит, что Аллах, Субхану Талли, один, а все эти творения указывают только лишь на величие Господа и то, что только он один достоин того, чтобы ему поклонялись, только то, что он один достоин того, чтобы его любили и так далее. И это действительно истинное, правильное свидетельство, когда человек смотрит на эти творения, вот таким образом уединяя Аллах в поклонение. И это является обязательным для сердца. Знать, свидетельствовать именно таким образом. Знать, понимать это. То есть, таким должно быть положение сердца, и таким образом должно быть поклонение человека, его цель, то есть, и любовь его, и дружба, и непричастность. Все это возвращается к тому, о чем мы говорили, что человек должен осознавать четкую разницу между творцом и творением. Между творцом и творением. Поэтому мы с вами уже читали небольшое послание Шейха Алисалама также, которое называлось как «Аль-Уасадату бейн-эль-Хакк и валь-Халк». То есть, вот это посредничество, разница, то есть, или же средство, то есть, пособничество, посредничество между Аллахом и Его творениями. И там мы обсуждали о том, какое посредничество действительно присутствует, какое не является действительным, которое, то есть, ничего общего с Исламом не имеет и так далее. То есть, тоже очень важные, то есть, слова Шейха Алисалама там. То есть, это и есть действительно, то есть, выполнение шагады, что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха Субхану Али. Потому что тот, кто имеет подобные убеждения, такой человек, то есть, из своего сердца убирает божество, любое другое, кроме Аллаха Субхану Али, отрицает божественную сущность любой вещи, любого человека, любого создания, творения Аллаха Субхану Али, то есть, описывая этим только лишь Всевышнего Аллаха Субхану Али. Тогда он, то есть, будет отрицать божественную сущность любой вещи из творений, говоря о том, что, то есть, божественная сущность присуща только лишь Господу миров. И тогда его сердце будет собрано, то есть, на то, чем доволен, на том, чем доволен Всевышний Аллах Субхану Али. И на отдалении от абстрагирования, абстракции от того, что, то есть, помимо Всевышнего Аллаха Субхану Али. То есть, ему не будет интереса никакого до того, что говорит такой-то, что хотел бы от него сикой и так далее. И весь его интерес будет связан только с кем? Со Всевышним Аллахом Субхану Али. Что от меня желает Аллах Субхану Али, как я должен вести себя здесь? Что любимо Аллаху Субхану Али и это будет тогда любимо мне? Чем доволен Аллах Субхану Али, чтобы я этим был доволен? Что не любит от меня Всевышний Аллах Субхану Али, чтобы я этого не любил? И так далее. И тогда, то есть, он будет в своих знаниях, своем, то есть в своих целях, свидетельствах, желаниях, познаниях, любви и так далее, чувствовать чёткую разницу между Творцом и Творением. Поэтому, то есть почему это шейх сейчас всё говорит? То есть это разве что-то непонятное. То есть я вам сижу и объясняю, почему вода мокрая. Вот чем я занимаюсь. Для чего мы это делаем? В опровержении второго вида, которые что говорят? И второго, и третьего, естественно. Вторые — это те, кто занялись самим Аллахом от подчинения и поклонения Ему. Третьи — это кто? Это которые, в принципе, абстрагировались от всего и хорошо растворились в бытие и так далее. В опровержении этим говорят, что единобожие и настоящее — это что? Это знать чёткую разницу между Творцом и Творением. То есть и дальше у тебя всё будет отлично. Ты будешь поклоняться Аллаху, субхану Талли, зная, что все эти вещи... Хорошо. Как сказал один из поэтов, в каждой вещи есть знамение, указывающее на то, что Аллах, субхану Талли, один. Только Ему можно поклоняться и никому больше вместе с Ним. И то есть вместе с этим человек будет знать, что Аллах, субхану Талли, не связан, то есть отделён от этого Творения. Нет ничего из сотворённого в Аллахе, субхану Талли, или же у Аллаха, и нет ничего в сотворённом Аллахом, субхану Талли, из Всевышнего, из сущности, Аллаха, субхану Талли. И что Аллах, субхану Талли, един. Только Он один, хорошо, то есть и нет никого вместе с Ним из Божеств. И тогда Он действительно будет любить Аллаха, возвеличивать Его, поклоняться Ему, надеяться на Него, бояться Его. То есть только лишь проявлять дружбу, только потому, что желает Аллах, субхану Талли, враждовать будет только с тем, с кем враждует Аллах, субхану Талли. Просить о помощи только у Него и уповать только лишь на Всевышнего Аллаха, субхану Талли. И никогда Он не будет поклоняться кому-то кроме Него. Не будет ни в коем случае уповать ни на кого кроме Аллаха. Просить о помощи будет только у Него. Бояться только Его. Надеяться только на Аллаха, а не на кого-то другого. Дружбу и непричастность будет только хорошо, то есть исповедовать только лишь на пути Аллах, субхану Талли. Подчиняться только Аллаху, субхану Талли, никому-либо другому. и все остальное, что связано, является из исключительных прав Всевышнего Аллаха. Это важный вопрос. Тот человек, который свидетельствует от божественной сущности Всевышнего Аллаха, что только он является божеством, который достоин поклонения Аллах, в этом у него есть уже свидетельство о том, что Аллах является единственным Господом. Смотрите, у нас есть связь между двумя видами единобожия. Это Тавхиду л-Иляхия, или же Тавхиду л-Улюхия, Тавхиду л-Убудия, и вместе с Тавхидом ар-Рубубия. Какая разница, или же какая, точнее, связь между ними? Тавхиду л-Иляхия, я тадамману Тавхиду ар-Рубубия. Единство Аллаха в праве на поклонение в божественной сущности содержит в себе единобожие в господстве. То есть, содержит уже это в себе. То есть, когда мы поклоняемся одному только Аллаху, этим самым мы свидетельствуем, что только Аллах, Он один Господь, Творец, Создатель, отдающий хорошо пропитание, оживляющий, умершляющий. И вместе с этим, каким образом связан Тавхиду ар-Рубубия с Тавхиду л-Иляхия? Анна Тавхиду ар-Рубубия, я стальзиму Тавхиду л-Иляхия. Что тот человек, который убежден в единстве Аллаха, в господстве Его, в творении, пропитании, оживлении, умиршлении и так далее, управлении всем, это требует от него уединения Аллаха в поклонении. Понятно? То есть, тот, кто уединил Аллаха в поклонении, этим самым он уже засвидетельствовал, что Аллах, Субханда, единый Господь. Тот же, кто свидетельствует, что Господь, Аллах, Субханда, это требует от него, чтобы он уединял его в поклонении. Понятно? Потому что приходят некоторые люди, которые говорят, что таксим или же деление Тавхида на три вида и так далее, это является бидрой и так далее. И, Субханда, удивительно, как говорили про них некоторые шейхи, странно. Во всей религии нововведения дозвольны, пока дело не касается Тавхида. И тогда эти люди вспоминают, оказывается, в религии Аллаха есть что-то, что называется нововведением. И поэтому все остальное, что делают люди из щирка нововведений страшных, это не проблема. Но вы, о граждане ваххабисты, вы что, поменяли, то есть или же поделили Тавхида на три, и это беда. Уля язу билля, Субханаллах. А фараэйтам а не тахадо иляху хава, как сказал Аллах, Субханда, что ты сделаешь тем человеком, который взял себе, то есть своим божеством, свои страсти, Субханаллах. И они начинают тебе говорить, что вот эти деления, которые возвращаются к законам логики, философии и так далее, что обязательно, то есть эти самые таксим, бывает такого-то вида, сякого вида и так далее. Это, Субханаллах, и начинают хорошо, то есть философствовать в этих вопросах. Слышно меня? Томан. Философствовать в этих вопросах начинают. В то время как мы говорим, что мы с тобой, в принципе, не согласны в основе разногласия, чтобы мы с тобой дальше строили на этом разногласия наши. Поэтому мы говорим, что Тавхиду Рубубия, Тавхиду Лулагия, Тавхиду Ласмая, Тавхиду Ласмая, это все одно и то же. То есть это не какие-то три разные вещи, из которых что-то состоит, это все одно и то же. Каждая из них вытекает из другого или же требует от тебя это. Поэтому тот, кто уединил Аллах, Субханаллах, в господстве, и свидетельствует о том, что только Аллах, Субханаллах, сотворил его, только Аллах дает ему пропитание, только Аллах может оживлять, умершлять, только Аллах всем управляет, это обязывает его поклоняться только лишь ему. Потому что любой другой, кому ты поклоняешься, помимо Аллаха, Мы скажем, а он что-то из этого делал? Что скажет он? Нет. А кто его сделал, в принципе? Аллах, Субханта Ла, создал его или же? То есть он сам появился. Скажет, Аллах, Субханта Ла. Можно ли про то, чему ты поклоняешься, помимо Аллаха сказать? Лям я лид валям юляд, валям я кун лагукуфуан ахад. Не родил, не был рожден и нет никого подобного ему? Нельзя. А об Аллах, Субханта Ла, можно и нужно. Это описание Всевышнего Аллаха, Субханта Ла, так или не так. И поэтому мы говорим, что из этого следует, что ты по-любому должен только одному Аллаху, Субханта Ла, поклоняться. И когда ты поклоняешься одному только Аллаху, это указывает на то, что ты уже уединил его в господстве. И остается у тебя только лишь то, что Аллах, Субханта Ла, описал себя именами и качествами, которые не присущи никому, кроме него. И этим самым мы его описываем, посредством этого мы приближаемся к нему и поклоняемся ему. Что здесь тяжелого, Субханта Ла? То есть разве эти вещи не соответствуют законам логики человека? Разве это какие-то вещи, которые, Субханта Ла, нуждаются в докторских диссертациях, в высоких каких-то познаниях? Это вещь понятная, это вещь ясная, Субханта Ла. Это вещь, которая соответствует нашему чему? Нашему естеству. То есть сердце не находит какой-то дикости в этом. Сердце, то есть это считает нормальным, правильным. Сердце успокоение находит в этом. Так или не так? Аллаху Аль-Мустан. Но как мы говорили, как сказал Всевышний Аллах, Субханта Ла, тот, кому Всевышний Аллах, Субханта Ла, не даст света, никогда у такого человека не будет света. Аллаху Аль-Мустан. То, что мы сказали. Затем переходит шейх к следующему, то есть под вопросу. И тогда ты поймешь, почему лучшее поминание Аллаха, Субханта Ла, это Ла, Иля, Иля, Ла. Нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, Субханта Ла. Как это передал имам Аль-Тирмидзи ибн Абеддуния и другие, что пророк, алейх салату ассалям, сказал, лучшее поминание Всевышнего Аллаха, Субханта Ла, это какое? А лучшее дуа, мольба лучшее, хорошо, это что? Аль-Хамду Лилля, слова хвала Аллаху. Потому что этим самым ты что? Благодаря Всевышнего Аллаха, Субханта Ла, ты просишь себе еще и еще и благодаришь Всевышнего Аллаха, Субханта Ла. Поэтому твое положение, твое деяние указывает на то, что ты взываешь к Аллаху, Субханта Ла. В фильме «Уатта и Гайри» то есть также «Уатта» имам Малика и в других тульских книгах передается Аттальхабн Абайдиллах, радия Аллаху, ибн Курейз, а на Набиа, салаллаху, алейх салаллаху, то есть что пророк, алейх салаллаху, сказал, «Афдалю ма культу ана, ваннаби юна мин кабли ла иллаха иллалах, вахдагу ла шарикала, лагуль мульку ва лагуль хамд, ва хува аля кулли шейн кадир». Лучшее, что только говорил кто-либо, я или же пророки, которые были до меня, это слова «ля иллаха иллалах», «Нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха». «Вахдагу ла шарикала», «Един он и нет, у него никого достойного, то есть какого-то сотоварища». «Лагуль мульку ва лагуль хамд». «Ему вся власть, и ему лишь только хвала», то есть он имеет право на всю хвалу, «ва хува аля кулли шейн кадир», и он мощен над каждой вещью, способен абсолютно на все Всевышний Аллах Субхану Аталью. Это лучшие слова, говорит пророк Али Салат Салам, когда-либо сказаны им или же любым другим пророкам. А что касается тех, кто говорит, что эти поминания Аллаха Субхану Аталью, это для общих масс. Что касается элиты, хорошо, то есть сливки, они что говорят, то есть в единственном числе, а что касается, то есть сливок этих сливок, или же элита, элиты, они вообще только местоимением обязаны, то это является заблуждением и ошибкой. Что значит эти слова? Кто объяснит это? Что такое, то есть вот это, то есть общие массы, затем элита, которая говорит единственное число и элита элиты, которая говорит местоимение. Которые говорят, что общие люди, то есть в общем, то есть все, должны какие Азгары делать? Вот которые мы говорим, затем кто идет? Элита, которая говорит что? Аллах, 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 Аллах. Затем самое высокое из них, это кто? Который говорит, гу, 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 гу. То есть он, 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 да, Илья Ахильн Аллах. Поэтому шейк говорит, что это является, пророк, алей сарату ассалам, говорит, что лучшее поминание. И поэтому мы, если согласимся с ними, мы скажем, что общие массы, из которых посланник Аллаха, Мухаммад, алей сарату ассалам, и все остальные пророки, лучшее в их, то есть для них это что? Сказать, ля илях ля Аллах, ля илях ля Аллах, ля илях ля Аллах, ля шарикаля и так далее. Для вот этих общих масс мусульман, и мы из них, мы посланник Аллаха, саллах ассалам, Абу Баккар, Умар, Русман, Алей и так далее, мы вот такие. Что касается этой элиты, приспешников шайтана, хорошо, аль-хамдуля, к которым мы не причастны, они говорят, что вот так надо, а те, которые приблизились уже сами, в Аллаху аля, стали шайтанами или же, между ними и уже шайтаном нет посредников, они уже говорят только лишь, гу, в Аллаху аль-мустан, братья. И думаете, что они не приводят на это довод? Разве есть заблудший, который не приводит на свое заблуждение довод? Ля в Аллах. Любой заблудший приводит себе довод, и он находит себе довод, из Кур'ана бывает, бывает из Сунны Пророка, алей салату ассалам, но мы сказали, что в доводе мы смотрим на сам довод, на приведение довода, на наличие довода, или же на мутабаха, то есть то, что этот довод соответствует тому, что ты заявляешь. Ведь человек может сказать, что этот чай халяль, почему? Потому что Аллах, Субхан Таля, сказал, в атуз закат, выплачивайте закат. Привел довод я или нет? Привел? Привел довод. Но довод вообще связан как-то с тем, о чем я говорю? Никаким образом не связан. Или же бывает, довод сам слабый, недостоверный. И поэтому они говорят, что Аллах, Субхан Таля, сказал, Скажи, Аллах, а затем оставь их, чтобы они забавлялись своими делами. Машаллах. Что говорит Аллах, Субхан Таля? Говорит, скажи, Аллах, Аллах, Аллах. И не просто, а их оставь, говорит, пусть они занимаются своими делами, а ты говори, что Аллах. Далиль, Кур'ан, Кур'ан или не Кур'ан? Машаллах, Табарак Аллах. Что мы скажем? Говорит шейх, Это из самых страшных, то есть из самых явных ошибок этих людей, Субхан Аллах. То есть, насколько ты издеваешься. Братья, потому что чаще всего эти люди, почему эти доводы приводят? Потому что большая часть мусульман, к сожалению, не читает Кур'ан, не знает Кур'ан, не изучает свою религию, оставили это все. Поэтому, когда кто-то говорит, в книге сказано, в книге сказано. В какой? В Торе, в Евангелии, в Азбуке, в Букваре, про дядю Степу, в книжке, в басне Крылова. Где сказано это, Субхан Аллах? Не разбирается. В книге сказано, Аллах сказал. Все, так или не так? Как-то раз один из таких мул приехал, более-менее хороший среди них, приехал ко мне в гости, то есть между нами родство, и мама попросила ее встретить и так далее. Встретил человека и так далее. Он увидел библиотеку, чем-то из учебы, скромно, но все-таки занимаюсь и так далее. И он мне сказал такие интересные слова. Сынок говорит, учись, говорит, хорошо учись. Это раньше людям было достаточно сказать, в книге сказано. Сегодня тебя спросят, в какой книге, и кто сказал, говорит. И это милость Аллаха, Субхантуля, братья, что, аль-хамдуля, люди начали это спрашивать. Аллаху аль-мустаан. Так вот, говорит, это из явных ошибок этих людей. То есть они просто пользуются тем, что не все люди знают вообще, в принципе, эти аяты. То есть может быть большинство из вас, если спросить, в какой это суре сказано, может быть даже из вас, Машаллах, бородатых, не каждый ответит на этот вопрос. Какой аят до него, если спросишь, не каждый знает. Говорит, говорит, В этом аяте Аллах, Субханна-Тааля, после слова, скажи, приходит ответом на вопрос. Приходит ответом на вопрос. Аллах, Субханна-Тааля, говорит, в начале этой суры, говорит Аллах, Субханна-Тааля, и так далее, хорошо, то есть до конца аята. Скажи, кто тот, кто принес вам, то есть, или же кто тот, кто не спасла вам книгу, которая была, то есть, с которой пришел Муса и так далее, которые были до него. То есть многобожники отрицали, что была не способна книга. И говорят, что не может Аллах, Субханна-Тааля, не спасла книги. И Аллах, Субханна-Тааля, повелевает пророку Али-Саратцам. Скажи им, кто тот, кто не спасла, то есть, вы же согласны, что был Муса, Аиса, им же, у них же были книги, то есть, кто им дал тогда? То есть, если мне вы говорите, что невозможно, чтобы Куран был дан, тогда им кто дал эту книгу? И Аллах, Субхану Талли, тогда говорит, скажи им, кто дал эту книгу? Аллах, Субхану Талли. То есть, это ответ на вопрос. Фалисму муптада, тасамам. И поэтому, во-первых, у нас, братья, есть правила в шариате. Ну ладно, сейчас прочитаем вот это. Фалисму муптада, уахабару гаддалли алихи листифхам. Поэтому, когда мы говорим, то есть, если мы возьмем грамматику арабского языка, синтаксический разбор, устроим этого предложения, то есть, для этого текста, То есть, Аллах, Субхану Талли, говорит, Всевышний Аллах, Субхану Талли, говорит, «Кульмананзаля, Китаба ладиджаби и Муса, Нура, вагудан ли нас, тачалу наукаратиса, тубдунаха, ватухфу на кафиран, вауллимтум малям тааляму антуму ля абакум кулиллах». То есть, вот история этого аят. Аллах, Субхану Талли, говорит, скажите тогда, скажи, кто не спасал вам книгу, с которой пришел к вам Муса, Нура, вагудан ли нас, то есть, которой был свет, света, чем она была, эта книга, и была верным руководством для людей, которую вы, то есть, хорошо, то есть, закрываете, кому-то что-то показываете, что-то не хотите, не показываете и так далее, и вам было, то есть, вы были обучены тому, что, то есть, не знали ни вы, ни ваши отцы, Аллах, Субхану Талли, научил вас. Ответь им, скажи, Аллах, какой смысл, с точки зрения, то есть, значения аята, то есть, если я говорю вам, кто не спасал книгу, хорошо, то есть, или же скажи им, кто не спасал книгу Муси, и кто-то скажет Аллах, что означает его ответ, просто одно слово, или же Аллах, тот, кто не спасал Муси, так, но у нас, что, у нас есть правило, братья, в арабском языке, то, что то, что известно, можно это не упоминать, в принципе, не упоминать это не нужно, то есть, не нужна эта история, чтобы, в принципе, упоминать это, поэтому, когда ты, то есть, говоришь, например, кто пришел, человек скажет Мухаммад, почему он не сказал, тот, кто пришел, это Мухаммад, потому что понятно, то есть, я у тебя спросил что-то, я не хочу, то есть, если я тебе скажу, кто пришел, Мухаммад, я тебе скажу, Мухаммада же нет, ты говоришь, я не это мелодую, я мелодую, Мухаммад дома кушает, бывает такое или нет? Нет, потому что у нас с тобой есть контекст, и я тебе скажу, кто так разговаривает, так или не так, Или же если человеку ты придешь и скажешь, я хочу жениться на своей дочке, выдаешь ли ты ее за меня, он тебе скажет да. И ты хочешь забрать дочку, он говорит, ты куда пошел? Все, моя жена. Нет, я тебе сказал, да, ты молодец, ты хорошо, что ты пришел, давай покушаем. Даже в шариатском суде, что мы этому человеку скажем? Что твои слова недействительны. Потому что у нас есть правило, фикха можете себе записать, фикха, и у нас есть правило. Мы эту пользу с вами брали в 40 хадисах и в других разборах хадисов, что когда человек отвечает, его ответ подразумевает собой повторение вопроса. То есть в ответе содержится повторение вопроса, можно вот так сказать. То есть когда тебя спрашивают о чем-то, и ты ответил одним словом, например, да, то значит, что ты повторяешь как будто бы его вопрос и отвечаешь на него. Ты готов пойти завтра со мной? Да. Что значит да? Да, я готов пойти завтра с тобой. Ты голоден? Да. Что значит да? Да, я голоден. То есть ты повторяешь мой вопрос и отвечаешь на него утвердительно или же отрицательно. То же самое, если мы скажем, кого сегодня нет, и человек скажет, Абдулла не пришел. Или же просто скажет, Абдулла. То есть имеется в виду того, кого сегодня нет, это Абдулла. Или же сегодня нет, Абдулла, он не пришел. Понятно? И это, субханно, явно, ясно, понятно. То есть это то, каким образом мы разговариваем с вами. Ярхамук Аллах. Поэтому мы говорим в данном случае, даже если мы ираб будем делать. Кулилла. Аллах, какой у него будет ираб? Муптада. Или же макуль, то есть понятно, что он будет муптада. Хабар угуэш. Махзуф. То есть хабар его нету. Хабара его нету, то есть имеется в виду не упомянут. Но он известен. Его хабаром будет что? То есть либо джумля исмия, либо джумля фиалия и так далее и тому подобное. Это даже с точки зрения грамматики арабского языка. И на его хабар указывает что? Наличие вопроса. Наличие вопроса указывает на то, что у него есть хабар. Как в другом любом примере, если ты скажешь Если ты спросишь, кто его сосед? И кто-то скажет зейд. Что значит зейд? Зейд будет какой? Ираб его? Муптада. Хабар какой у него будет? Махзуф. Тақдиру эш. Джаруф. И джумля фиалия. Зейдун джаруф ты скажешь. Кто его сосед? Зейд. Зейд является его соседом. То есть вот как звучит это предложение. Но мы не упоминаем последнее. Зачем? Потому что не нужно. Нет в этом нужды. Зачем мне много разговаривать? И в принципе человек должен стараться лаконично изъясняться. Ва инна малис муль муфраду мудхаран ау мудмаран фалейсаби каляминтам. Что касается просто единого, то есть единственного слова в единственном числе, или же одного слова, неважно будет это явное слово или же это местоимение, то это не называется в принципе речью. Не называется речью. Если я приду и скажу, ааа, он. Что ты будешь делать? Ты будешь ждать, он что? Что с ним случилось? Так или так? Или если я скажу, Зейд. Салам алейкум. И ушел. А дальше сам понимает. Бывает такое или не бывает? Не бывает, Сабхала. Это неправильно. Это является ошибкой. Валлаху мустаан. Валла джумля муфида. То есть это не какое-то предложение, на котором все, мы можем замолчать и остановиться. Валла я таалляку бихи иманун валла куфр. И с этим не связан ни куфр, ни иман. Валла амрун валя нахи. Ни приказ, ни запрет. Приходит к нам христианин. Садится среди нас и говорит, Принял ислам. Почему нет? Тысячу раз Аллах скажет. Десять тысяч раз скажет Аллах. Неделю подряд не усыхнет. Просто язык у него не перестанет. Сохнет хорошо от того, что он говорит Аллах, 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 Аллах. Принял ислам. Умер на этом. Умер кем? Кафирами будет хорониться среди кафиров. Пока не скажет что? Пока не произнесет братья джумля муфида. То есть полезное предложение. Пока не скажет ля иля илла Аллах. Пока не произнесет смысл. И поэтому, братья, если вы посмотрите, и это правило, которое тоже, я думаю, поможет многим из нас хорошо понимать эти вопросы и опровергать этих заблудших, что нет среди поминаний Всевышнего Аллаха, в шариате, ни одного поминания, которое не имеет законченный смысл. Любое поминание Всевышнего Аллаха, имеет законченный смысл. Ля иля илла Аллах. Ля ма абуда би хак илла Аллах. Ля иллах, илла Аллах вахда, илла шарика, и так далее. Аллах, Роббана, атина фиддуния хасана, фил ахирати хасана, ухина азаба ннар. Нет у нас Роббана, 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 Роббана. Есть такое поминание? Нет. Так или не так? Затем они, естественно, также в доводы приводят всякие выдуманные хадисы. Всякие выдуманные хадисы. Хорошо, то есть тоже, которых нет никакого, то есть, никакого, то есть, смысла и так далее. То есть, брать выдуманные хадисы с доводом, то есть, дело, как говорится, так себе. Или же они приводят хадис, который имам Муслим передал. Говорят, вот, нравится ли вам Муслим, имам? Довольны им или нет? С хадисами согласны? Говорится в хадисе Хузаифа, радаи Аллаху Анну, что пророк Али Саратов сказал, что судный час не настанет, пока не останется людей, которые говорят, Аллах, Аллах. Ага, значит, они те, кто защищают нас от этого последнего часа и так далее. Эти слова пришли у нас что? Аллаху, Аллаху, или же в версии Аллаха, Аллаха. Во первом случае, мы скажем, что, в принципе, никто не поминает Аллаха, субхану, имеется в виду, что никто не знает, не поминает Аллаха, субхану. Вот тафсир этого хадиса. Или же, если имеется в виду Аллаха, Аллаха, то есть, ривоят, то Аллах, Аллах, это что? Это как, если я вам скажу, Аллах, Аллах, фил аль-мия-ихван. Что значит, Аллах, Аллах, фил аль-мия-ихван? Как переводится это? То есть, это тафсир, то есть, или же, то есть, я вам говорю, я не ра-кебу-ллах, или же, ха-фу-ллах, фил аль-мия-ихван. Вот что это значит. Бойтесь, Аллах, субхану-хану-лия. Знаете, что Аллах наблюдает за вами, изучайте знания. Вот что это значит. Это услюба тафсир, то есть, это предостерегают таким образом. Поэтому, Аллах, Аллах, имеет сувер, если с насбом, хорошо, то есть, с фатхой прочитать, так вот таким образом. Смысл хадиса, что не настанет судный час, то есть, или же, что будут, ближе к судному часу, такое время, когда люди не будут устрашать друг друга Аллахом. Вот что это значит. То есть, бойся Аллах, итакулла, итакулла, вот что это значит. Понятно? То есть, в этом хадисе нет довода для этих людей. И даже если они приводят и говорят, что нет смысла такой, мы скажем, дайте нам одного из известных толкователей, который для нас и вас является авторитетными, кто сказал бы такие слова. И не смогут они никогда с этим тебе прийти и привести тебе это. Поэтому, Шейху И.С. говорит, что никто из предшественников этой общины этого не говорил. И это не узаконил для нас посланник Аллаху. И в принципе, вот эти слова, это называется просто выражение слова, они не дают сердце ничего. Неужели твой иман увеличивается, когда ты говоришь, Аллах, 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 Латиф, Джаббар, Азиз. Или же, когда ты посредством них взываешь к Аллаху. То есть, вот тогда у тебя увеличивается вера. Так или не так? На. То есть, опять же, единственное, мы говорили на других уроках тоже о том, что когда это слово приходит само по себе, но подразумевается что-то, то есть, имеется в виду, как мы и сказали, что что-то известно, хорошо, то есть, в этом нет проблем. Как если, например, человек рассказывает тебе историю, ты ему говоришь, Аллах, некоторые в диалектах так говорят, Аллах, я не, в Аллах, значение, то есть, клянешься Аллахом, или же действительно, то есть, неужели так это, о Аллах, неужели это так? Или же, если человек говорит, я Аллах, и просит что-то, тогда в этом нет проблем, но просто так говорить, я Аллах, я Аллах, и это знает каждый из нас с вами. Если я начну, например, хорошо говорить, хорошо, тарих, 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 назир, назир, человек что мне скажет, что тебе от меня надо, так или не так, что ты хочешь, скажи что-то, что тебе от меня нужно, сидишь, назир, назир, купи слона, купи слона, хорошо, так не бывает, субхану, поэтому, когда ты взываешь ко Всевышнему Аллаху, нужно взывать и просить что-то, или же, чтобы был какой-то смысл, Аллах, нигде не повелел нам, не поминать Аллах, не просить у Него чем-то бессмысленным. То есть, если человек говорит Аллах, Аллах, или же вот эти выражения, то тогда он просто, в общем, что-то может быть представляет, но ничего, то есть, никакого смысла, имана, ничего у него, то есть, не бывает. Нужно, то есть, обязательно, поэтому вы никогда в жизни не найдете себе, то есть, поминание Аллах, или же дуа, которое пришло в Куране, или же в Сунне, кроме как это законченный смысл. Обязательно, любое поминание Аллах, требует от тебя предложения с законченным смыслом. Вот так согласит это правило. И вы никогда не найдете ничего другого. Шейх Абдраза, Кальбадр, рассказывал про человека, который, то есть, был в Кари, то есть, он заучил Куран, постоянно по ночам молился, дуа совершал, обучал людей Курану. И говорит, как-то раз ночью увидел, что ему голос говорит, скажи, латыф, я латыф, миллион раз. И он говорит, я проснулся и подумал, что, наверное, это внушение от Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, мне, то есть, я должен это сделать. И я, говорит, сел. В этот день, говорит, я не успел помолиться о дуа, потому что я сел с бумагами и считал, тысячу раз, тысячу два, и так далее, и так далее, пока не сказал миллион. Затем, говорит, на следующую ночь, другое имя, для него стало исцелением от этого, что я ему привел это правило, говорит, мы с ним обсуждали, я ему сказал об этом правиле, что нет ничего законченного смысла. И говорит, тогда он задумался, говорит, Субханаллах, я перестал молиться по ночам, потому что 15 миллионов раз сказать, это время, не молился духа, оставил уроки преподавания, и так далее, и так далее. Почему? Потому что был занят этим. Кто тебе это внушил, Субханаллах? И какой толк, какая польза, что тебя приблизило к Аллаху? Что тебя приближает к Аллаху? Молитва духа, обучение Курану, чтение его, заучивание, изучение, или же это? Аллаху мустаану. فَإِلَّمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ وَحَالِهِ مَا يُفِيدُ بِنَفْسِيهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِهِهِ فَايْدًا Поэтому, если в сердце не будет, хорошо, то есть, понятия, то есть, положение, или же, то есть, какая-то польза, то есть, не будет в этом, то есть, в принципе, смысла. То есть, Аллаху алим, слова эти на верное значение, как, например, который что-то делает, и оно у него не получается, и он говорит, я Аллах. Что он подразумевает под я Аллах? Я не Аллаху ма айни, то есть, о Аллах, помоги мне, о Аллах, облегчи мне это. Да, здесь мы еще можем что-то сказать, хотя мы скажем, что полноценнее будет сказать это все, как не так, как говорят суфисты, то есть, то, что ты знаешь мое положение, уже все, не как раба к Господу, а наоборот суфханна. То есть, кому ты говоришь, хорошо ты что, не знаешь, например, когда ты утром просыпаешься, и раз, завтрак не готов. Почему ты недоволен? Потому что, ты же знаешь, что он должен быть готов в такое-то время, так же жене там, и так далее, и тому подобное. И поэтому суфханна, разве подобает таким образом относиться к своему Господу? суфханна. Аль макбиха, ли югни ансуаль, знаешь мое положение, поэтому я не должен тебя просить? Нет, проси, проси и умоляй Всевышнего Аллаха, субханна. И это твое положение, потому что ты раб, а это твой Господь, субханна. Шариату инамату ташрау миналадкари маюфиду минавси. Поэтому то, что мы говорим, шариат узаконил нам из поминаний Аллаха, субханна, для того, что несет в себе пользу, несет в себе смысл. Ляма атакунуль файда туххан салятан бигайри, то есть, а не то, что польза будет в следующем, то есть, имеется в последующем. То есть, Аллах, субханна, просто в звании его к нему в имени, не в самом этом имени будет хорошо, то есть, какая-то польза и так далее, а в том, что придет после этого, когда ты скажешь, я Аллаху, а Айни, например, о Аллах, помоги мне, я Аллаху рхамни, я Рахману рхамни, и так далее. То есть, в следующей фразе раскрывается смысл твоего обращения. Так или не так? Вот таким образом только узаконено в шариате у нас. И поэтому, если мы посмотрим на этих людей, которые постоянствовали в Аллах, 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 или же Ху, 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 они, братья, в различные виды безбожие впадали, эти люди. И заявляли о единстве бытия. Как это говорилось уже в других книгах, говорит шейху, или ислам. И мы уже говорили об этом в других уроках тоже, что некоторые из этих шейхов, суфистов говорили, что я боюсь умереть между отрицаниями и подтверждением. То есть, если я буду умирать и начну говорить ля-иля-ля-ла, это долго, может, я скажу ля-иля-ля, и умру. То есть, не говоря о том, что ты, субханаллах, а это называется, знаете как, у нас есть такое правило, то есть, некоторые, шубухаты, и радуга, тугниан, искатыга. То есть, просто приводить эти сомнения хватает в том, чтобы их опровергнуть. То есть, они сразу понятны опровержения. Кто тебе сказал, что ты Аллах успеешь сказать? Может, ты умрешь до этого? Или же, скажешь и умрешь? Так или не так? Тоже будешь исчезать? кто перед смертью упоминал кого-то другого, субханаллах, субханаллах, субханаллах. Халюн ла юктадафиха бисахибиха. ла юктадафиха бисахиба. То есть, в таком положении, за которое, то есть, никто не захочет следовать. Человек последний, что он сказал, ла иляхи умер. Нет божества и умер. Аллаху аль мустан. Фа инна фи далика минал галлаты ма ла хафафи. Говорит, в этом ошибка явная. Эти слова, то есть, неправильные, субханаллах, ни с какой стороны. Идля ума тал абду фи ази л хал, лам ямут илля аля ма касаду а нава, идля амалю бинет. Потому что, даже если бы он умер, в таком положении, говоря, ла иляхи ла 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 и ла ла и умер бы. Что бы мы сказали, а последнее, что он сказал, нет божества, умер кафирами, будем среди ка. Нет. Мы скажем, поистине дела оценятся по намерениям. Понятно было, что он хотел сказать, не успел он сказать. Вот так Аллах, субханаллах, испытал. И иншаллах, мы надеемся для него полной награды в судный день. Так или не так? То есть, субханаллах, о чем разговор? Аллаху аль мустан. То есть, тот человек, который сказал, о Аллах, я твой Господь, а ты мой раб. То есть, Аллах, субханаллах, за эти его слова, ему это, иншаллах, записано как благодарность Аллаху, субханаллах, то есть, это слова, некоторые против него, за него. И понятно, что, субханаллах, такой человек, сомнений нет, что он сразу, то есть, вернулся и, субханаллах, больше никогда таких вещей не говорил и так далее. Аллаху аль мустан. Более того, от пророка, алей саллаху аль мустан, достоверно, хорошо, то есть, достоверно сообщается, что когда умирает человек, нужно ему говорить, ла илляхи ла Аллах, то есть, талькинуль маид, ла илляхи ла Аллах, нигде Аллах, субханаллах, или посланник, алей саллаху аль мустан, не поваляет, говорить ему, гу, 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 Аллаху аль му, ты ему, гу, 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 будешь говорить, он еще быстрее умрет, субханаллах, скажет, все, уже ангел смерти пришел, скажет, и что-то сказал, что тот, кто последние слова его будут, ла илляхи ла Аллах, зайдет в рай, не сказал тот, кто последними словами будет, гу, не сказал последними словами, будет Аллах. Так или не так? И поэтому, если бы в этом была какая-то проблема, то Пророк Али Сацам никогда бы не позволил говорить умирающим слова, которые могут их к куфру привести. То есть, есть большая вероятность, что он скажет, что для Илляхи умрет, Аллаху Акбар, нельзя ему это говорить. Пророк Али Сацам знал, и Аллах Субхан-Талли обучил его в этом. То есть, должен был он хорошо обучить, говорить просто Аллах и так далее. А говорить, то есть, смотрите, мы это все говорили про что? Про просто слова Аллаха. Али Сацам Аль Муфрат, то есть, просто выражение, одно слово. Что говорить, братья, о местоимении, это еще и дальше, и глубже в своем заблуждении. Еще хуже в своем нововведении, еще ближе к заблуждению шайтана. И поэтому, смотрите, даже если работать по их, как говорится, играть по их правилам, мы скажем следующее, что смотрите, так как они вот эти выдумывают вещи, мы давайте им в ответ скажем такое же. Только наши слова будут правильные в данном случае. И сейчас вы поймете почему. То есть, они говорят, что Ла и Ля нельзя говорить, Ла и Ла нельзя говорить, почему же, Ла и Ля, и можешь умереть и так далее. Нужно говорить ГУ. Мы говорим, что Бамир, местоимение, даже в русском языке, местоимение возвращается к чему-то, так или не так? К чему возвращается? Если я вам скажу, он сказал так, или же, например, он сказал в своей книге, что нельзя говорить Аллаха, нужно говорить Ла и Ля и Ла. Кто такой он в данном случае? А? Ибн-Тейм. В твоём сердце будет этот христианин, ты умрёшь, напоминание этого христианина. Тогда куда ты пойдёшь? Тогда лучше было бы сказать, ля и ля и упереть на это. В Аллаху аль-Муста. На салалаллаху аль-Афи ассалам. Потому что Аббамир, как мы сказали, местоимение всегда к чему-то возвращается. Это правило не работает, субханаллаху. Ты не сможешь выдумать правило, хорошо, чтобы оно было идеальным, и мы не смогли к нему с какой-то стороны подойти. Это только книга Всевышнего Аллаху аль-Афи ассалам. Кто такой сахибы аль-Фусус? Кто написал книгу? Ибн-Араби. Ибн-Араби написал эту книгу. Ибн-Араби кафир, зиндиг, вышедший из ислама, умерший кафиром. Он хорошо написал книгу, которая называется книга Аль-Ху. Книга Гу. И в этой, субханаллаху, книга, то есть несколько страниц. И кто, как говорил шейх Саласинди, тот, кто был испытан чтением этой книги, знает, что, субханаллаху, куфар, который там говорится, невозможно вообразить просто. То есть книга неверия, 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 которая вся от начала до конца говорит об единстве бытия, о том, что все это Аллах и так далее. И тому подобное, просим Аллах, субханаллаху, уберечь нас и наши семьи от подобных заблуждений. Затем они что? Приводят довод, который еще интереснее. Говорят некоторые, что Аллах, субханаллах, сказал, смотрите, вы говорите, что это такие какие-то фразы и так далее. А-а-а, это вещь, которую знает ее смысл только лишь Аллах, субханаллах. Почему? О, граждане, они говорят, ва ма я'ля му тауиля гу илля Аллах. Толкование гу знает только Всевышний Аллах, субханаллах. Я ля ллах и ля аджаб, субханаллах. Что может быть удивительнее этого, субханаллах? Ма анау, они говорят, что? ва ма я'ля му тауиля гадалисм аль ладзи гу аль гу. То есть, что значит, что ма я'ля му тауиля гу илля гу? Толкование его, то есть то, о чем мы говорим, не знает никто, кроме Аллаха. То есть, в данном случае было слова, то есть, о именах и качествах Аллах, субханаллах. Их истинную сущность знает только лишь Аллах, субханаллах. Или же, то есть, толкование знает только Аллах и, хорошо, то есть, обладатели знания. Толкование Курана. Они говорят, нет, тауиля гу илля гу. Как и история, которую я вам рассказывал про одного из хатибов, который хутбу давал про сподвижника по имени Кука. Говорил, что этот Кука был кто? Моляющийся, постящийся, такой-то, такой-то. И это тот сподвижник, который упомянут в книге Аллах, субханаллах. Ведь Всевышний Аллах, субханаллах, сказал, ва таракука каима. И ты видишь Кука, которая, стоя, вполне совершает молитву. В то время как слово, ва таракука, то есть, они оставили тебя, это одно слово. То же самое здесь. Для алибу таруиля гу илля Аллах. Субханаллах. Вау-ллах, то есть, это вещи, которые ты просто рассказываешь, и никто всерьез не говорит, никто не говорит Аллаху, реально довод. Никто не сказал, субханаллах. Удивительно, как можно до этого дойти, субханаллах. Насколько слабый у тебя довод, насколько у тебя нет ничего, чем бы ты мог защитить свои убеждения, что ты просто их выдумываешь, субханаллах. Это, вау-ллахи, страшное положение. И это, братья, как говорили многие мудрецы, самая ужасная беда, это та, которая заставляет тебя смеяться, субханаллах. То есть, ты смеешься, ты от безысходности смеешься, ты просто не знаешь, что с этим человеком делать, субханаллах. То есть, ладно, мы смеемся с вами, Аллах, субханаллах, открыл наши сердца. Но вы представьте себе, люди действительно с серьезными лицами это говорят. Обучают своих муридов этому. Эти муриды потом ненавидят ваххабистов, которые призывают их к Аллаху, его посланнику, говорят, что вот, у нас же есть довод из Кур'ана, у нас же есть довод из Сунны, наш шейх 30 хадисов выдумал. Для чего он их выдумывал? Потому что этого нет, говорят. Субханаллах. Говорит, И это люди говорят, несмотря на то, что мусульмане единогласны, да более того, разумные люди единогласны на то, что это явнейшее заблуждение и ложь. Невозможно, чтобы это было правдой. И вместе с этим, то есть, это некоторые из них действительно думают так и убеждены в этом, что, говорит, даже я одному из таких сказал, если бы то, что ты говорил, было бы правдой, то было бы написано отдельно. То есть они вместе, потому что если вместе оно состоит, это значит, то есть Дламир, хорошо, Раджа, Тамам. И, субханаллах, приводится в некоторых версиях, что это сказал шейх Улиссам, когда еще был совсем мальчиком. То есть вообще маленький мальчик был, когда он слышал это заблуждение, он ответил это. Говорит, если бы так, как ты говоришь, было, так было бы написано. Ребенок, субханаллах, опроверг. Валлаху мустаан. На, начало на этом завершим. Субтитры создавал DimaTorzok